Ассаламу алейкум, приветствую всех, вы на канале Антонов ММА, здесь говорим про единоборство. Досмотрите это видео до конца, я буду вам за это очень благодарен, приятного просмотра. Махачев и Волкановский после боя подняли бурю реакций, это очень интересно, давайте выслушаем всех. Начнем с того, что Ислам сделал заявление. Лучший ударник в мире, говорили они, улыбается Ислам. Справедливости ради, Махачев в стойке провел большую часть времени, перебил Волкановский, не дал ему показать лучшую версию самого себя. Интересно и то, как сложился бы поединок Ислама, если бы в его углу находился Хабиб. Мой хороший приятель Аза Дизайн сделал вот такой замечательный постер. Друзья, 1Х предлагает прекрасную возможность для всех игроков с нашим промокодом Антонов. С этим кодом вы можете получить бонус до 25 тысяч рублей. Но уже сегодня нас ждет Лига Чемпионов, 1-8 финала. Играют Баруси, Челси и второй матч Брюге, Бенфика. Зарегистрируйтесь в один клик и делайте ставки без риска, регистрация без паспорта. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии и выбирайте своего победителя. Посмотрите на победные серии бойцов. Этот список включает только победы подряд, а не ничьи или несостоявшиеся бои. В списке нет Джона Джонса и Леона Эдвардса. Как видите, у Ислама Махачева целых 12 побед к ряду. На Ислама Махачева давят темы и про капельницу. Об этом написал подробно российский журналист Игорь Лазурин. Тема с капельницей все больше разгоняется и развивается. Ранее Дэн Хукер в грубой форме заявил, что Ислам Махачев читер и использовал капельницы. Сам Ислам Махачева проверка эти обвинения, сказав, что у него брала кровь атлетическая комиссия и оттуда синяк на руке. Также его четыре раза проверяли на допинг в рамках боя против Вулкановски. ЮСАДы всерьез принимают все случаи допинговых нарушений и активно следят за поступающей информацией. Согласно запрещенному списку UFC, все внутренние вливания более 100 мл за 12 часов до боя считаются нарушениями. Кроме случаев так называемых терапевтических исключений, говорится в сообщении американского антидопингового агентства. По правилам агентства, боец, нарушивший запрет на использование запрещенных веществ, может быть подвергнут дисквалификации сроком до двух лет. ЮСАДы являются официальным антидопинговым партнером UFC. Ответ Ислама не заставил себя долго ждать. Я даже это комментировать не хочу, потому что у нас есть эксперты, которые работают с UFC, это УСАД, и меня до боя, после боя четыре раза проверяли, кто-то выставлял там. Кто-то выставлял фотографию, что у меня была вена с синяком, но в Австралии была своя комиссия, которая брала кровь в неделю боя. И это было в среду. Фотография с четверга, когда у нас была фотосессия. Фанаты поддержали Ислама. Слух о том, что Ислам применяет допинг, разогнал никто иной, как Дэн Хукер. Интересно и то, что слухи обернулись против самого Хукера. В интернете появился фейк о его увольнении из UFC. Конечно, жаль, что Хукер обвинил Махачева без всяких доказательств. Это компрометирует и его самого, и его спортзал, и его команду. Может, наконец, пора забыть о поражении Махачеву? С последние три года Хукер побеждал только не рейтинговых бойцов, а рейтинговые соперники его перемалывали. Может, это и побудило Хукера обвинить Махачева в жульничестве. Старые обиды, так скажем. У Ислама совсем другая ситуация. Посмотрите, каких монстров побеждал наш спортсмен за последнее время. Отреагировал Рамзан Кадеров. Сегодня объектом бурного обсуждения стал российский бойц UFC Ислам Махачев, который недавно одолел в честном противостоянии австралийца Александра Волкановски. Его обвиняют в использовании нелегальной восстановительной капельницы перед боем. Само собой, обвинение ничем не подкреплено и основывается лишь на слухах и домыслах. Дана Уайт тем временем молчит. Слушайте дальше. У Даны Уайта тем временем начинаются первые серьезные проблемы. Один из участников шоу пощечен, дисквалифицирован из-за применения запрещенных веществ. Таким образом, вокруг Даны разгорается скандал. Свою реакцию уже высказывает Ириэль Хальвани. Говорит, что Хабиб был более доминирующим бойцом, чем Ислам. Извините, он не так хорош, как Хабиб Нурмагомедов. На этом этапе с 26 боями Хабиб был более утонченным, доминирующим, лучшим. При этом Махачев входит в тройку лучших бойцов планеты. Я знаю, что нам нельзя критиковать Ислама Махачева. Я знаю, что это табу. Я просто говорю, что он выиграл бой. Я говорю, что он выиграл честно и справедливо. Я максимально беспристрастен. Снова подчеркнул, что Хабиб побеждал своих соперников в доминирующем ключе. Намного жестче, чем Ислам. Это не одно и то же. Махачев уже не тот. Откуда мне знать, что он тот или не тот? Хабиб никогда не был нокаутирован Адрианом Мартинсом. Хабиб никогда не попадал в такое положение, как в субботу Ислам в пятом раунде. Это были слова Хальвани. Сам же Ислам Махачев заявил, что пересмотрел бой с Волкановским и пришел к выводу, что Александр выиграл только одну минуту из 25. А Волкановский все сильнее настраивается на реванш. Говорит, я бы его раздавил, я бы сделал это прогулкой в парке. Прямо сейчас мы сделаем этот реванш. И в этом реванше он уверен в своей победе. Что вы думаете о словах Волкановски? Дана Уайт тем временем встречается с долларовым миллиардером Грантом Кордоне, который известен своими стартапами. Понятно, что мысль Уайта не о Махачеве, а о том, как больше заработать, привлекая инвестиции. Дальше еще интереснее. Уже и Сонен высказывает, завидую отсутствию смелости у судей, которые отдали победу Махачеву. Волкановский был единственным, у кого был хоть какой-то интерес сегодня, который дрался ради славы и толпы. Дана Уайт молчит. Точнее высказывается о своей лиге пощечина про бой Ислама тишина. Хотя все мы понимаем, что поздравить своего чемпиона даже смской не составило бы для Даны большого труда. Ислам этого заслужил. Он принял бой спустя три месяца после прошлого титульника. Поставил на кон свой пояс и полетел на другой конец света к сопернику. А соперник в медийном плане ему вообще не интересен. Логика здесь в том, что ему обещали первую строчку паунд-фа-паунд, а обещание свое Дана Уайт не сдержал. Друзья, хочу вам напомнить, что 1Х дарит до 25 тысяч рублей на первый депозит с нашим промокодом Антонов. Досматривайте ролик и вперед! Так вот, что я хочу сказать. Отсутствие реакции Даны Уайта – это и есть реакция. Объясню. Дана Уайт ненавидит хотя бы малейшую критику в свой адрес. Даже мини-упрек. А Махачев позволил себе высказаться, что UFC плохо продвигает турнир в Австралии. Вывод здесь один. Дана затаила обиду. Иметь австралийского лидера паунд-фа-паунд Александра Волкановской для UFC очень выгодно. Австралийцы ведь покупают пей-пер-вью и дорогие билеты на турниры. Для Даны вся эта история про бизнес, а человеческие отношения для него далеко не на первом месте. Вы смотрите канал Антонов ММА и здесь говорим самые интересные новости. Подписывайтесь на мой канал, чтобы посмотреть ролики первыми. До новых встреч, всем удачи, пока-пока.